Главный трофей Чемпионата мира по футболу не просто символ лидерства в самой популярной игре на планете. Это еще и шедевр ювелирного искусства, причем шедевр очень дорогой. До 1970 года победителям вручали приз Жюля Риме, изначально носившего название «Победа». В 1929 году третий президент FIFA Жюль Риме договорился о проведении первого всемирного футбольного турнира, а спустя год вручал кубок уругвайской команде, первым триумфатором Чемпионата мира. После Второй мировой войны кубок стал официально носить имя Риме. Приз был выполнен по эскизу французского скульптора Абеля Лефлера и представлял собой изображение древнегреческой богини Победы, державшей над головой восьмиугольную чашу. Статуэтка весом 3,8 килограмма была выполнена из позолоченного серебра, а ее основание – из лазурита. Трофей часто называли «Золотой богиней». На каждой из четырех сторон основания статуи закреплены золотые пластины, на которых выгравированы имена чемпионов мира с 1930 по 1970 год. К началу Второй мировой войны кубок находился на хранении у итальянцев, чемпионов мира 1938 года. Из-за сложившейся в стране не разберихи и опасности, грозившей драгоценному трофею, президент Итальянской федерации футбола Оторино Барасси решился на кражу. Он тайно вывез кубок из банковского хранилища и спрятал его в коробке из-под обуви по своей кроватью, опасаясь, что приз может попасть к фашистам. И его таки удалось сохранить, и уже в 1950 году кубок передали первым послевоенным чемпионом сборной Уругвая. А на девятом по счету мировом первенстве, которое прошло в Мексике в июне 1970 года, сборная Бразилии в третий раз стала чемпионом. По действующим на тот момент правилам FIFA кубок навсегда был отдан победителям. Но на этом его приключения не закончились. В декабре 1983 года мир потрясло сообщение – греческой богини победы больше нет. Злоумышленники похитили кубок из здания Бразильской конфедерации футбола в Рио-де-Жанейро, вскрыв с помощью обыкновенного лома деревянную дверь в комнату, где хранился трофей. Четыре человека были заочно осуждены за кражу, но кубок найти так и не удалось. Бразильцам пришлось сделать копию приза Жюля Риме. А вот что стало с оригиналом кубка, доподлинно неизвестно. После передачи бразильцам приза Жюля Риме, FIFA пришлось заказать новый трофей. В 1971 году был объявлен конкурс макетов будущего кубка, в ходе которого свои эскизы прислали 53 скульптора из 7 стран. Сильвио Гацаниго, ставший впоследствии автором кубка, отправил два макета. Предпочтение было отдано первому варианту. Говорят, что мастер неделю не выходил из кабинета, работая над созданием кубка. Уже потом Гацаниго признался, что основная часть была сделана довольно быстро, но трофей был отлит из золота целиком, и мелкие детали, задуманные автором, никак не вырисовывались, поэтому их дорабатывали уже после первого представления кубка. В отличие от своего предшественника, кубок был сделан из 18-кратного золота весом 5 килограммов. Высота трофея 36,5 сантиметров, а общий вес 6,142 тысячных килограмма. Основание награды диаметром 13 сантиметров украшено двумя слоями малахита, выбранного под цвет футбольного поля. На самом кубке изображены две человеческие фигуры, которые поддерживают обеими руками земной шар, венчающий трофей. Основа кубка состоит из двух малахитовых колец, разделенных золотым кольцом с надписью FIFA World Cup. Названия стран, чьи сборные побеждают на чемпионате мира, гравируются в нижней части трофея, и незаметны, когда приз поставлен на свое основание. Неизвестно, будет ли FIFA прекращать использование этого кубка после того, как все пространство для записей будет заполнено. Однако при нынешней периодичности проведения турниров этого не произойдет ранее чемпионата мира 2038 года. До 2006 года кубок передавался стране, победившей в турнире, и она хранила трофей у себя до финальной жеребьевки чемпионата мира FIFA. Теперь, по действующим правилам FIFA, трофей не передается на хранение победителям. Им вручается кубок победителей чемпионата мира по футболу. Сам трофей хранится с 2016 года в музее мирового футбола FIFA в Цюрихе и выставляется только во время трофе-тура, проводимого компанией Coca-Cola. Смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!